Планерка в исполкоме на этой неделе прошла во вторник. Она началась со вступительной речи мэра города, который начал ее с рассказа об участии в заседании Совета регионального развития, проведенного в понедельник в Киеве на уровне руководства страны. Далее на планерке перейшли к теме работы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, акцентировали внимание на вывозе мусора. Как мне сказали, в розрахунку тарифа частина вывоза этого сметана должна быть врахована. То, что мы видим, это мебель, которую люди должны вывозить. Это все то, что не габаритный мусор, который люди должны вывозить самостоятельно. Я понимаю, что многие люди, может быть, просто не знают, как это организовать. Все, что делается в Бакинске 4-го котеджа в Ереванске, в Бакинске, ну там почти всегда жар. А там такой поток людей идет, и все это люди видят. Дети идут до школы и смотрят, в каком состоянии у нас все сметничок. Возьмите свой контроль, пожалуйста. А вот этим вопросом он будет в первую очередь заниматься, и мэр представил нового архитектора города. Сегодня мы с ним обговорили вопрос о демонтаже вообще этой строительстве, как такой, с точки зрения архитектуры в первую очередь. Но сегодня у него задача нового родительного плана. Что здесь сделать, для этого нужно юристы. Есть прецеденты, есть прецеденты решения суду о демонтаже. Да это наш позор общий. Ну как это? Приезжает человек в город, и первое, что он видит, это в лохмоте, это стекловатое и разобранное здание. Это мы каждый должны просыпаться с этим позором и засыпать, пока мы его не уберем оттуда. А далее несколько минут уделили молодежи и ее досугу. Мы знаем очень добрые места, где наша молодь, яка, скажем так, никого не хочу ображать, не грает на скрипках, а занимается другим. Мы собираемся. Стадион трибуны, скейт-парк в темную пору добив, под путепроводом, под мостом. Еще, говорят, есть недобудова біля УЖКГ. Дуже часто туди потоки молоді рухаються, и что они там работают, не знаю. Ну давайте возьмем під контроль ці місця. Было предложено эти точки включить в маршрут патрульной службы. Небольшая дискуссия была проведена об организации работы альтернативного бассейна для детей, занимавшихся в «Дельфине». Мэр рекомендовал разработать методику и решить эту проблему в кратчайшие сроки. Далее речь пошла о реализации еще одного интересного направления. У нас началась активная фаза. У нас появились будинки, которые уже имеют новых управителей. Они сделали свой выбор, сподіваюсь, что они сделали выбор, потому что все очень непросто. Почему я так говорю? Потому что появляются заявки от жителей, а мы не подписывали, а мы не согласились, а нам не это сказали. Каждый должен понимать свою личную ответственность за свои действия. И информацию для уполноваженных, ответственных за дома. Если вы собираете дом, а уже холодно на улице, который расположен в том или ином квартале в районе Славутича, мы готовы дать место для проведения такого выбору. Директор ЖКЦ проинформировала об оплате за коммунальные услуги. Грубо говоря, за этот год население накопило меньше долгов, чем за прошлый период. Оплата населения за октябрь за коммунальные услуги на 13 ноября составила 8%. Об уровне заболевания рассказала Нездемовская. На планерке был представлен и исполняющий обязанности главного врача Славутичской городской больницы. Подробнее о планерке смотрите в специальном репортаже в среду и повтор утром в четверг.